Добрый день, дамы и господа. Ко мне очередные вопросы. Руслан, в последнее время очень много разговоров о том, что США сейчас находится на грани краха и гражданской войны. И тому есть несколько причин. Первое. Надвигающийся дефолт из-за внешнего долга в 18 триллионов долларов, которые США нет в состоянии погасить и, как следствие, большое падение доллара и фондового рынка на 70%. Второе. Просыпающийся мегавулкан Йеллоустоун, который грозит планетарной катастрофой. Третье. Нарастающие расовые межнациональные конфликты. Черные, белые, янки, мексиканские латиносы. Как на твой взгляд, будет ли в ближайшее время падение доллара и экономический крах США, а также гражданская война на расово-национальной или классовой почве? Когда это может? Может ли произойти? К чему готовятся россиянам в этом контексте? Будет ли в ближайшее время падение доллара и экономический крах США? Нет сильного падения, не допустят люди. Те, кто... Не только те, кому это... Вот представьте, подумайте, как вы думаете о людях или о богатых людях. Почему вы желаете американскому доллару или США доллару падения, а американцам краха экономического? Смотрите, если это произойдет, то пострадают экономические, как раз, самые низшие классы. А высшим классом или самым богатым людям, у них по тем... Миллион плюс, миллион минус, некоторым даже миллиард. Как... Да, может быть расстройства какие-то, но они выкрутятся. Поэтому падения или сильные встряски экономические самых крупных государств, они только невыгодны большинству, а и слишком затратны и энергетически, и для здоровья большинства разумных существ, особенно людей. Поэтому такие пожелания, такие мечты могут лишь продумывать, планировать как раз недалекие люди, эмоциональные, которые живут идеями, мечтами соперничества или победить победа себя над кем-то, или победа своего народа над другим народом. А ведь на территории Соединенных Штатов Америки живут такие же люди, как мы. И большинство из них мирные. Да, есть люди, которые смотрят телевизор и начинают эмоционировать. Например, по телевизору в последнее время показывали, как там Россия захватила Крым и якобы пытаются там помогать Украине или отсоединившимся областям Украины. И я даже не знаю, что там показывают по телевизору, но слухи доходят, что обвинение в сторону России, колевета идет так же, как... Это вообще нормальное явление в последний, может быть, годы или десятилетия стало для некоторых политиков колеветать друг на друга и разжигать межнациональные конфликты и даже войны пытаться разжигать. Но поддаются этим настроениям тоже не особо. А далекие люди, которые просто пытаются искать виноватых или врага в том, как они живут. Почему у них не все хорошо? А, Россия виновата. Почему? Или почему у них мало денег? А, нас кто-то обборовывает. У нас есть богатые люди, которые за счет нас живут. Это все старые или детские, или даже нет, примитивные мышления, настроения, которые ни к чему хорошему-то и не ведут. Поэтому доллары я не предвижу. Потому что я не вижу разумных людей, заинтересованных в этом. Да, есть игроки, которые пытаются играть, но они мелкие. Вообще ищут людей, да, и даже находят каких-то, которые бы как будто управляют экономической системой. Ну да, частично это есть. Есть люди, от которых зависит больше, чем от других. Но эти люди не злоумышленники. А, да, ищут там иллюминатов или тех, кто управляет, даже пытаются инопланетян в этом обвинить. Управляют экономикой, политикой. Да, в какое-то время есть какие-то управители каких-то областей небольших, но это это управляется всем сообществом. Каждый вносит какую-то долю своих эмоций, своего мышления и развития в том числе в систему управления у нас на Земле, в систему управления всем. Это действительно коллективное управление. Наши мысли, наши желания, наша карма или что бы то ни было. В общем, вся наша энергия, наша ментальная, астральная, эмоциональная энергия стекается в большие эгрегоры. Когда мы думаем об одном и том же, много людей, здесь создаются эгрегоры, которые начинают согласованно управлять сообществом, то есть, да, через людей. И большинство из сегодняшних людей даже не догадываются об этом. Это тоже нормально. И эти люди пытаются искать человека, который во всем виноват. Да нет виноватых. Каждый живет в мере своего развития и работает на кого-то или руководит кем-то тоже в меру понимания, в меру собственного развития. Не больше, не меньше. Поэтому бесполезно кого-то искать. Тем более желать краха в какой-либо стране. Да, Америка сейчас является таким глобальным полицейским, которые пытаются наводить порядок силовым путем. Но это их проблема, которую они будут получать. С чего они будут получать бумеранги обратно? Откаты. Но это в будущем. А то, что они сейчас делают, скажется на них через сколько-то лет. То есть сегодня они на коне, а через сколько-то лет они будут немножечко пониже. Там займет место другое государство. Немножко будет повыше. Но не в силовом смысле, а в смысле хотя это уже может быть для другого видео. Ладно. Продолжим. Экономического краха США сильного не только не ожидается, а его сдерживают. Да, есть долг у Америки. как здесь пишется 18 триллионов долларов. А вы спросите тех, кто сведущий или вообще поинтересуйтесь, есть ли государство на земле, у которого нет долга. особенно если это крупное государство, занимающее большую большую территорию. И вы обнаружите, что у каждого из них есть долги. Да, есть те, кто им должен, и есть те, кому они должны. Поэтому здесь все здесь я бы не сказал, что стоит говорить конкретно об Америке, что оно в долгах. Потому что когда все в долгах, то считается ли это долгами? Да, долги могут прощаться, могут как-то компенсироваться чем-то другим, но это уже будет делать политики того времени, будущего. Или они уже сейчас это начинают. Так, и как следствие большое падение доллара и фондового рынка на 70%. Здесь тоже есть на рынках тоже играют люди. Да, есть какие-то люди, которые заинтересованы, которые пытаются управлять, чтобы нажиться, но их сдерживают другие люди, которых больше. То есть всегда есть люди, один маленький горсток людей, которые пытаются нажиться на большинстве людей. Но как раз это большинство издерживает от сильных, хотя случаются такие вот обогащения, но они случаются по кармическим причинам или по обменам причинам. Что в основе этого есть? Здесь еще некоторые уроки люди проходят, уроки доверия. поэтому здесь на земле свобода выбора и здесь вообще планета игры. Игры не только в деньги, а в политику, во много что. Здесь люди учатся, учатся, закаляются. Души здесь закаляются, это такая школа. Школа выживания для тех, кто приходит впервые, и школа духовного развития, когда или развитие в разных направлениях, которое в итоге превращается в духовное развитие, а потом и в вознесение, в мягкое вознесение отсюда, когда становишься очень многоопытным, когда здесь тебе становится скучно играть. Поэтому это все санкционировано нашими высшими я или нами же с той стороны завесы. До прихода сюда мы знаем множество вариантов, которые будут происходить с нами и с теми, с кем мы взаимодействуем. Мы идем на эту игру смело, с интересом, и с каждой новой жизнью мы здесь развиваемся, учимся. Учимся, познаем, что такое деньги, что такое долги, кредиты, и стоит ли их вообще брать или давать, или вообще влезать, или как-то участвовать в них. Я это в последнее время уменьшал и стараюсь не вовлекаться в эти игры, особенно финансовые. В том числе вы смотрите, что такое наивность, что такое доверие по отношению к другим, и стоит ли вообще кому-нибудь хоть что-нибудь доверять, или, может быть, стоит обмениваться, и обмениваться в настоящем моменте, а не в будущем. Ты мне сейчас, а я тебе потом, который может не наступить в этой жизни. Так. А также гражданская война на расово-национальной и классовой почве. Вот по поводу войны можно снять отдельное видео, если было недостаточно для моего ответа. но войны я здесь не наблюдаю. Крупномасштабные. Между самыми большими государствами войны точно не будет. То есть, да, Америка может устраивать некоторые заварушки не в странах первого мира, а в каких-то там странах второго, третьего, особенно третьего мира. Но это тоже происходит с одобрением или с позволением разрешения больших я, которые здесь занимаются чистками. если вы присмотритесь через микроскоп к своему телу, вы заметите жизнь даже на своей коже. Вы увидите, что жизнь существует везде. И мы состоим из не только атомов, а и молекул, и разных других существ, которых сообществом которых каждое тело и является. И мы же что делаем? Мы моемся кто раз в день, кто раз в несколько дней. То есть, принимаем душ, намыриваемся мылом. Или чистим одежду, чистим свое тело. Там некоторые пятки каким-то скрабом чистят, чтобы там очистить наслоение кожи или трещины. Предупредить трещины. Так вот, то же самое делает земля. Или земля тоже состоит из разных организмов. люди из них лишь часть этой экосистемы. Если более глобальные, более крупные организмы. Это происходит в энергетическом плане, хотя измерений бесконечное количество, то есть в разных измерениях. Поэтому и в экономическом плане есть свои грегоры, есть свои образования, разумы, которые руководят. Также войны происходят там, где земля или частью того, чего является земля, хочет почиститься. То есть этот шарик земля иногда омывается или защищается в разных местах и подогревается. То есть там, где происходят вулканы, землетрясения. Также как мы можем играть в мяч или дети могут покупать какой-нибудь маленький шарик резиновый и кидать его об стену. Можно землю сравнить тоже с каким-либо из мячей. Земля двигается и те, и конечно, когда на поверхности любого круглого объекта, мяча в том числе, существуют микроорганизмы, у которых тоже происходят какие-то сотрясения, смерти, когда мы в них играем в мяч. Так вот, землей тоже кто-то играется и множество разных существ из разных измерений. Поэтому у нас происходят войны, на которых гибнут люди. А кто-то, какие-то более глобальные существа радуются от этого, они радуются не от того, что гибнут какие-то микроорганизмы, которых мы называем люди, а от того, что они играются, играются с землей или играются солнечной системой или нашей галактикой, которая движется по спирали. Поэтому войны происходят естественно, конечно, организовывают их какие-то глобальные высшие я через разные группы, группировки людей. Также экономические крахи. Но на ближайшие 10 лет, даже 15-20, но 10 лет точно я не вижу войн, серьезных войн, между самыми крупными государствами это Россия, это США, это Китай, кто там у нас еще, Канада, между самыми большими государствами, особенно которые имеют ядерный потенциал, не будут происходить войны. А здесь спрашивается еще гражданская война будет ли в США или где-либо из этих странах? Вот, я говорю, ни в России, ни в США, ни в Канаде, ни в Китае гражданская война не намечается, потому что крупных гражданских войн с массовыми убийствами, потому что эти страны достаточно разумны уже, чтобы не допустить, не допускать этого. Да еще здесь имеют место некоторые инопланетные цивилизации, которые курируют эти страны. Они тоже следят, а еще это не будет происходить, потому что здесь, в этих странах живет самое большое количество работников света, или более разумных людей, или как раз тех людей, которые пришли в эту цивилизацию из других измерений, из других миров, из других планет, чтобы через себя направлять, помогать, подсказывать и показывать пример, как можно жить не только мирно, а и разумно, и более интересно, более совершенно, более просветленно. Поэтому мечтаете ли вы, чтобы ваша страна как-то возвысилась над другими, или то это лично ваша проблема, и скорее всего вам будет преподан урок, то есть вы когда-то желаете кому-либо, даже врагу чего-то плохого, будьте готовы, что это к вам вернется. Хотя это может к нему вернуться лишь в том случае, если он вам что-то сделал, повредил вас, то в качестве это он сделал не то есть это может к нему вернуться через вас, если у вас очень сильные вибрации, то есть или высокая частота вибраций, то есть здесь достаточно легкого помысла, чтобы вернулось ему быстрее, чем возвращается обычно другим людям. Но если бывает, что вам что-то делают в качестве кармического возврата, то есть вы кому-то были должны, поэтому к вам возвращается какое-то то, что вы называете несчастьем некоторым. Хотя что является несчастьем в нашем мире? Все так условно, потому что вы сохраняете свое осознание, свое понимание, что вы всегда есть, вы вечен. Поэтому лично с вами, конкретно со мной, ничего не может произойти без того, чтобы я теперь расстроился. у меня происходили некоторые в моей жизни ситуации, при которых особенно раньше у меня были какие-то эмоции, какие-то чувства, отрицательные эмоции. Но сейчас со мной происходит упущение, да, у меня была какая-то крупная финансовая такое упущение, не потеря, а упущение, когда... Ах...